всем привет у нас компашка все мы сейчас отправляемся куда мы едем на двух машинах мы за вами едем или нет а ты нам уби скинь знать уби нам скинь уби это уби кофе он то есть типа координат сынок сынок ты готов бороздить лес мы же в лесу не гуляли еще нет с ним с моими родителями помнишь мы ходили по лесу к озеру ты там еще дрон запускал он совсем был тогда маленький по нему что ничего не было интересно а сейчас уже более-менее становится все интересно я заснял там как я отстегиваю кресло так ребят мы уже приехали мы сейчас нашей бандой идем под дамбе она не функционирует да сейчас так выглядит новый из кун на эксплу санна и пирога ему и пока огла так вот это выглядит с этой стороны мы идем в лес вообще машину поставили и отправляемся мы как-то сюда уже приезжали на это водохранилище это было за может куда года три назад да мы сюда приезжали и на роликах мы гуляем гуляем что-то ветерок это какие-то тучки кабана да не встретили мы кабана мы его услышали вон там вот но мы же мы не видели может это лиса нифига себе хрустит с шишками корня нет это кабан живут я бы хрустил такой поднялся да да а это от этого от дрона на мы запустили дрон это от дрона это все дрона ветерочек на сыночек как тебе гуляется как тебе сына гуляется я хочу выгнать вам сюда кабана хорошо а прикиньте это на большой скорости ой аккуратно ты садить его не будешь садить не будешь все пойдем вышли мы на тропинку идем дальше а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже нагулялись и приехали в одном местечко обедать. Здесь подают шикарную курицу. Мы как-то сюда приезжали, кто с нами давно помнит, мы сюда приехали специально, чтобы поесть курицу. Мы сюда приехали и нам говорят, а курица закончилась! Оказывается, что в этом ресторане нужно резервировать не столик, а курицу. Поэтому Надя зарезервировала 6 куриц, на всякий случай. Это мы уже пришли, нас посадили за стол. Ванечка, грызи! Вот так. Это тебе место курицы. Да, это тебе пока что место курицы. А вот мы сидим, ждем наш заказ. Смотрите, какой тут красивый потолок из бутылок. Да, обалдеть. Ну и полные есть, закрытые есть, пустые. Здесь вот деревянные разные эти, ну фирмы ВИН разных. Здесь внутри очень прикольно. Да, очень симпатично. Мы тут в небольшом зале, а их тут три зала или четыре. То есть довольно такой кондиционер маленький такой. Ага. Но здесь хорошо, прохладненько. И еще воду здесь подают вот в таких вот бутылках. Прикольно. Так что, ждем. Кстати, и сам ресторан вот так называется. Вот у них есть хэштег, фейсбук, номер телефона. А что сейчас будем пробовать? Вот и курица подъехала. Вот она. Вот и курица подъехала, да, вот и курица подъехала. Вот такая вот курочка, ради которой мы сегодня сюда приехали. Потому что я очень давно не паспала, что она вкусная и... Надо попробовать срочно. У нас одна спаржа осталась. Немножко фуэта. Так, ну кто будет пробовать? Это ананис. Сейчас, я попробую. Ты же попробовала? Курица. Как ты уже пробовала? Ну я все успеваю. Это вы не можете не схватить. И все успеваю. Вкусная? Да. Вкусная? Так, ну все, я тоже хочу. Кто тут курица подъехала? Ребята, это реально очень-очень-очень вкусная курица. Не, не реально. Не реально. Не реально вкусная курица. Да, мы все съели. Ну как-то все не осилило, конечно. Да, ну она большая. Мне дядь Вова помог осилить курицу. Я тоже. Но она очень вкусная. Реально она того стоила, чтобы мы сюда вернулись. Надо спросить рецепт и приготовить на семейной кухне. Поделиться с нашими подписчиками. Потому что это комбо. Но мне кажется, еще сама курица. Качество курицы здесь. Да, я думаю, что это фермерки такие-то куры. И она маринована тоже. Она замаринована, да. Прежде чем ее запекали в духовке, ее мариновали. Потому что вот это вот... Она еще такая остренькая немножко. Пичуга как это по-русски? Пичуга, пичуга. Пичуга как будет? Грудка. Грудка, она же обычно сухая. Да, здесь она вкусная. Маринованная. Надо просилить все. Наде, нет, она не танцует. Наде, дискотека. Наде, танцы. Слушайте, не хватает вот этой... Какой-то шляпы. Ага, да. Вот эту песню идеально. Еще цвет у него слинявчика тоже такой. Да, как у них вот эти штучки. Как они, да, называются. Красота. От песка, от пыли, да? А мы вот... А мы вот с Ваней спокойно поели. Слушай, не напрягается. Никуда не спешили. Да, у нас вообще никто не напрягается. Не, просто с Ваньком не всегда получается нормально поесть. У нас же много. Да. Ой, что-то я спать захотела. В Икее мы вчера спокойно поели, нет? Да, он игрался. Слушай, я уже... Мы по самой Икее когда ходили... Да, он... Надо будет спросить. А, кушать он... Нормально. Фу, поели, теперь надо поспать. Где мы там съездим? Сидим. После замечательного обеда мы решили приехать покататься на картинг. Но, но, тут одна загвоздочка, что сейчас очень много людей и ждать очередь плюс-минус полтора часа. Просто тупо сидеть и ждать. Смотреть, как люди. Ну, еще можно съездить, в котором мы были в прошлый раз. Мы можем туда позвонить. Ну, блин, сейчас сегодня воскресенье, вечер. Мы можем позвонить. Ну, да, что, да, позвонить и узнать. Позвонить, узнать. Если есть, то приехать. Если нет... Ну, да, уже скоро начнет темнеть. Уже сейчас раньше темнеет. Ну, ладно, я сейчас им позвоню, узнаю. Если место есть, то поедем. Если нет, просто надо как раз по пути. Потому что я тоже хотела покататься. Как раз тетя Оля сидит с Ванечкой там на террасе, а я бы смогла покататься. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Будем, не будем. Кататься. Посмотрим. Мы уже в машине. Едем под классическую музыку. Манек у нас уже он снул. А я, короче, Кате предложил. Говорю, давай, ты за рулем. Это, недолго думая, сказал, а давай. И, в общем, едем домой. В итоге у нас и на другом картинге тоже ничего не получилось. Там тоже нужно было ждать. Где-то около часа, может быть, даже и больше. Там какой-то турнир проходит. Потом они торт, потом награждение. Короче, после всех их мы бы смогли прокатиться. И то не факт. То есть там что-то было непонятно. То есть они говорят, вы билеты можете купить. Но если у вас не получится, то вы в следующий раз покатаетесь. Ну да, там билеты не привязаны к времени. То есть ты покупаешь билеты, можешь на следующий день приехать покататься. Понимаешь? Ну да, я это понимаю. Но просто неприкольно то, что мы могли купить, прождать час. Ну, к примеру, и не прокатиться. И мы решили, что лучше мы среди недели все соберемся и поедем покатаемся. И уже с силами. Именно с целью покататься. Да, потому что все немного устали. Подъезжаем домой. Совсем чуть-чуть осталось. Ребята, у нас вот так вот выглядит наш зал, когда Ванек поиграет. И нам ленит это все убирать. И тут все так вот лежит. Зато удобно. Утром встал, сразу его сюда положил. Он уже играет. Ничего не нужно раскладывать. У нас уже время больше часа. И я иду монтировать влог. Так что, ребят, увидимся с вами завтра. По традиции. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok